МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. Робинзон против человека. Подробности печальной деятельности турфирмы от пострадавших. Растопить снежка, как чиновники предлагают решить проблему отключения воды в селе. Почему сгорел кран? Редкие кадры от пользователя соцсети и комментарии от пожарных. А теперь подробности этих и других событий. Британские эксперты утверждают, российский олигарх-изгнанник Борис Березовский погиб в результате удушения. Однако следов насилия на его теле не обнаружено. Как именно ушел из жизни Березовский, наверное, еще будут спорить, выдвигать версии. Может, и художественное кино снимут. Но пока можно сказать одно. Ушел из жизни человек, который олицетворял собой российские 90-е. Причем самый верх власти. Он был королем интриги и сам по себе олицетворял интригу в чистом виде. Бизнес, политика, то есть деньги и власть. Всего этого у него было в избытке. И во всех этих сферах он ходил по краю, потому что по-другому не хотел. Долгое время он был из тех людей, которые говорили не делаю, что могу, а делаю, что хочу. А в последнем интервью журналу Forbes он сказал совершенно противоположное. Я не знаю, что мне делать. Делать мне 67 лет, и я не знаю, что мне дальше делать. Нет ли причины ухода опального олигарха-авантюриста из этого мира? Сейчас в эфире фрагмент разговора с политологом Юрием Мастяевым как раз о личности Бориса Березовского. Может быть, и сейчас есть кто-то подобный Березовску, но он старается держаться в тени, где-то там, может быть. А Березовскому надо было быть на виду и делать какие-то гадости, чтобы еще все видели и наслаждаться этим. Так что, конечно, я думаю, что вот это ощущение безнаказанности, что он всесильный, оно его погубило во многом. Слишком высоко. Слишком, да. Он ходил по острию, нажав, опять же, потому что тут же сам Борис Николаевич Ельцин, он своих соратников сдавал легко, кто ему помогал прийти к власти, потом практически все они были отодвинуты. Ну, Березовску, конечно, была мощная опора в виде Татьяны Яченко и ее второго мужа Валентин Юмашева, с которыми он хорошо сошелся. Полностью интервью с Юрием Мастяевым мы рассчитываем дать в эту пятницу в итоговом информационном обзоре недели. В Рязани свои громкие темы. Бывший региональный чиновник, директор крупной туристической фирмы «Арбинзон» Алексей Епифанов может стать рекордсменом по количеству уголовных дел. Пока их 45. Все связаны с полным дисбалансом некогда строго выстроенной работы. Одно из первых турфирмы Рязани, рассказывает Оксана Тебенихина. 45 уголовных дел по статье «Мошенничество. Миллионы рублей, украденных у людей обманным путем». Бывший руководитель областного комитета по туризму, ныне директор туристического агентства «Робинзон» Алексей Епифанов. Покинув министерский пост, Алексей Иванович, судя по всему, потерял и нить бизнеса. Не обращайтесь в «Робинзон». Вас жестоко обманут, как меня и моих подруг. Директор Епифанов Алексей Иванович. Пришли к нему еще в августе. Заключили договор, отдали деньги за Кипр. И в день отлета, 5 сентября, он нам сообщил, что мы никуда не летим. Написали заявление на возврат денег, но до сих пор ничего не получили. Нас таких обманутых уже много. Прошу всех быть бдительными и не обращаться в это турагентство. Он что-то рассказывает про финансовые дыры и кредиты, а сам по уши в долгах и исках от потерпевших. Берут деньги за тур и все, больше ничего не делают. Потом просят написать заявление о возврате денег, которые вернут через 10 дней после написания заявления. Вот вы и отдохнули. Турфирма «Робинзон» ждет вас снова. Вернуть деньги не могут, их нет. Кассовый разрыв, говорит директор «Робинзон». Что такое кассовый разрыв, объяснить господин Епифанов не может. Вы заплатили деньги, а они исчезли. В кассовом разрыве. Вернуть деньги невозможно. Но вопрос, где деньги, ответ их нет. Замечательно отдохнули. Отпуск удался. Спасибо господину Епифанову. Эта «Робинзонщина» началась больше года назад. Тогда клиенты турагентства, судя по откликам в интернете, один за другим вместо берегов теплого моря и экзотических стран добирались только до аэровокзалов, где узнавали, что в списке пассажиров не числится. Ведь туры на них никто не бронировал. Поверить, что их обманули, люди, настроенные на отдых, не могли. И в течение долгого времени рассчитывали, что недоразумение разрешится. Люди до последнего верили, что деньги им в итоге вернут. По версии следствия, руководитель «Робинзона» в 2012 году получил от клиентов оплату за приобретенные ими турпутевки. Однако по вине руководства агентства граждане к месту отдыха отправлены не были. А потраченные ими деньги до настоящего времени не возвращены. До сих пор неизвестно точное количество обманутых туристов. Следственное управление регионального МВД просит всех, кто пострадал от рук мошенников из «Робинзона», в кратчайшие сроки обратится в следственную часть по телефону 24 02 57. Вот вам и урок, дорогие рязанцы. Прежде чем отдавать потом и кровью заработанные деньги за путевки, убедитесь, что на теплое море полетите вы, а не директор турфирмы с миллионными долгами. Напомним, Алексей Епифанов пришел во власть из бизнеса. Успешному предпринимателю было доверено заниматься вопросами развития туризма в регионе, аж двумя губернаторами, прежним Георгием Шпаком и ныне действующим Олегом Ковалевым. Как уж там сложилось, а скорее всего не сложилось в руководящей работе у Епифанова сказать трудно, но после его возвращения в бизнес дела у «Робинзона» покатились под горку. Результат – десятки уголовных дел. Сегодня в программе рассказ одного из пострадавших от этакой «Робинзонады». Расскажи, вообще с чего начались злоключения ваши? С чего начались? Мы приехали в аэропорт, и когда подошли на стойку регистрации взять свои билеты, нам сказали, что нас в списках нет. Мы были очень удивлены, и этому попросили несколько раз перепроверить всю информацию. Потом позвонили в компанию «Робинзона», спросили, в чем проблема. Нам сказали, ребята, тут какие-то проблемы, возвращайтесь домой. Какие проблемы могут быть? Мы же все отдали вовремя и отдали заранее. Мы долго не верили, мы звонили ему, он говорил, вот тут проблемы с туром, выбирайте себе какую-нибудь другую безвизовую страну. И вот целый день мы ездили то в Египет, то в Хургаду, то куда-то там еще, и в итоге приехали в Рязань. Ну, мы с ним разговаривали, он написал там какую-то расписку, то, что отдаст все деньги, а потом, как денег все так и не было, не было, пришлось в прохоронительные органы обращаться. То есть вы написали в прокуратуру? Да, написали в прокуратуру заявление, и теперь по этому делу проходит разбирательство. И сколько людей уже там? Мы были шестыми или седьмыми, вот так вот, а сейчас уже сорок пять. Ну, до сих пор, самое интересное, люди верят в то, что она даст деньги, и надежда у них умирает последней. Далее в программе материал из цикла «Продолжаем репортаж». Вчера мы обещали дать в эфир фрагмент записи телефонного разговора. Записывала наша зрительница Еленой Барыковой в Путятинском районе, а именно в селе Воршево, где уже больше недели народ живет без питьевой воды. Отключили ее якобы за долги, а жителям порекомендовали обходиться растопленным снегом. Как предки в старину, дескать. Сегодня Элеонора Меенкова расшифровывала чиновные телефонные советы. Тамара Ивановна, вы меня извините, конечно, но я съездила, заплатила за январь и февраль, а в март я им платить не стала. Сказала, воды нет. Буду... Нет. Нет. Уже целую неделю жители села Воршево Путятинского района живут без воды. Они уверяют, до сегодняшнего дня платили по счетам исправно, а отключили воду якобы за неуплату. И еще добавили, мол, радуйтесь, что снег выпал, его можно растопить и пить. Мы же без воды, вы говорите, вот снег чистить. Я принесла вчера два ведра снега, потопила, там чернота, хотя снег идет, как говорится, свежий. А самое важное, по словам главы сельского поселения, про беду в Воршево все уже знают, но помочь не могут. А если уж от людей на постах ничего не зависит, то уповать остается лишь на высшие силы и на стихию. Сегодня в областном управлении МЧС прокомментировали кадры пожара в кабине башенного крана, появившиеся в интернете. Дело было в Рязани на стройке жилого комплекса. Видео выложено пользователям соцсети ВКонтакте Эдгаром Алиевым, а тему продолжает Глеб Галушкин. Пожар кабины башенного крана на строительной площадке в районе улиц Пролетарской и Чапаева начался около 7 часов вечера. По словам рязанских МЧСовцев, на место ЧП прибыли два пожарных расчета. Спасатели справились с огнем довольно быстро. В половине восьмого кабину потушили. На пожар было привлечено две единицы техники и пять человек лично состав государственной противопожарной службы. В связи с тем, что кабина башенного крана находилась на высоте 40 метров, была привлечена автолестница. С помощью огнетушителей лично составом пожарных подразделений данное возгорание было локализовано. Ориентировочно в 19 часов 30 минут. Погибших и пострадавших в результате пожара кабины башенного крана нет. Причины возгорания, как обычно, пока выясняются. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как обычно, в программе «Время говорить». До встречи.